ржавчина на фундаменте это не страшно смотря где и в каком количестве возьмем две части фундамента сначала нижнюю это сваи и верхнюю часть обвязка если у вас дубль дом то этот двутавр сваи который вы видите который находится над землей они просто должны быть нормальном состоянии если там небольшой рыжик это не страшно это не разрушающая ржавчина ее просто нужно за ней следить и производить во время этого фундамента подкрашивать серьезные проблемы может принести ржавчина которая находится на стыке земли и воздуха то есть то что вы не видите чтобы ее увидеть нужно немножко свою откопать и посмотреть как она себя чувствует в целом эта процедура нечастая я думаю что нужно раз в пять лет просто туда заглядывать и смотреть если там есть ржавчина и свая уже начала ржаветь это место нужно откопайте зачистить и покрасить и закопать на следующий 5-10 лет это все еще зависит от вашего грунта от уровня его агрессивность есть еще такая штука как электрическая эрозия металла вдруг у вас есть блуждающие токи они тоже будут разрушать ваш металл то есть за тем что под землей нужно просто следить и делать то и поэтому раз пять лет вы позвоните стилфорс и скажите что мне нужно то мы просто приедем посмотрим как у вас там дела если нужно все поправить все что выше это в основном визуальная часть то есть где-то рыжики будут проявляться и это вопрос того бесит вас это или не бесит если бесит можно подкрашивать и важно понимать что когда вам делают фундамент это не готовое финишное изделие которое покрашено порошковой краской или эмалью как автомобиль и оно должно выглядеть идеально это техническая краска которая сделана для того чтобы пока дом не стоит и осадки падают на фундамент чтобы он не проржавел то есть я-то с этим согласен внутренне что есть у нас история ты купил и ты за нее обслуживаешь это твоя вещь ты купил все это твое тоо гарантия есть на конструктивное что я не поведет условно говоря гарантия дубль дома на каркас 5 лет у хольцова 10 лет а что значит как гарантия на каркас что его не поведет она не сломается не прогнется да а если на нем появилась плесень гарантия ли это нет его же не повело то есть такая же в общем сваи который находится в земле они покрашены специальной эмалью который препятствует коррозии в земле чтобы дом стоял долго все что выше покрашена технической краской которая должна выполнять одну функцию чтобы пока не приехал ваш дом который закроет его от осадков чтобы принимать на себя осадки и не ржаветь то есть какие-то места могут быть немножко под ржавчину все-таки металл перевозят монтирует монтируют дом где-то что-то задели содрали краску и там появился рыжик это совсем не криминал даже если сейчас его оставить и ничего с ними делать это стандартная сталь скорее всего это будет ст3 и у нее понятные табличные значения скорости коррозии то есть эта штука будет ржаветь лет 30 и не сломается хороший пример это старые заборы в снт которые сделаны просто из труб вбитых в землю они стоят уже по 30 лет они все черная ржавчина начинаешь его пилить внутри чистая сталь и поэтому если ваш фундамент над землей не подкрашивать он простоит кучу лет и ничего с ним не будет это только влияет на эстетику а эстетика чиниться простым баллончиком из леруа за 200 рублей все что вас бесит можно просто подкрасить не в леруа в лимана про а если вы считаете что там ржавчина криминальная которая может повлиять на конструктив пожалуйста пришли эти то на мысли то наш фундамент и мы с этим разберемся